Всем привет, меня зовут Илья и тема сегодняшнего вещания Мертвые ноты. Как играть, зачем и где их использовать музыкантам, а в частности бас-гитаристам. В этом рассказе я бы хотел остановиться внимательнее на этой проблеме, потому что в интернете на форумах можно почитать достаточно на русском языке. Очень мало информации по этой теме. На форумах и видео снято не так много. Таких, в котором бы досконально разбиралась эта проблема. Для чего нужно, для чего люди играют не только обычные ноты, которые дают какой-то тон, а еще и обогащают это все дело какими-то дополнительными художественными элементами, такими как мертвые ноты, мьют и многие другие. Каждый инструмент, который существует в природе, он имеет свои сильные и слабые стороны. Даже, можно сказать, не слабые, слабых сторон нету. Есть сильные стороны у каждого инструмента. И музыкант, который серьезно относится к своему делу, человек вообще в принципе, он должен знать те фишки, те сильные стороны своего инструмента, за счет которых этот инструмент может выделяться, за счет которых людям необходимо слышать этот инструмент. За счет чего? За счет вот этих определенных элементов. Например, возьмем такой инструмент, как фортепиано. Чем он интересен? Тем, что можно взять все 10 пальцев и сыграть какие-то сложные аккорды вместе с мелодией. Это плюс фортепиано. К примеру, бас-гитара не может такого себе позволить, потому что просто физически это невозможно сделать. Но зато у бас-гитары есть другой плюс. Бас-гитара берет тем, что там жирный, обертонистый, густой мясной звук, который можно обогатить всякими мертвыми нотами, мьютом, слэпом, щелчками и прочим. То, что на фортепиано нельзя сделать физически. Но на бас-гитаре можно, а на бас-гитаре нельзя то, что нельзя на фоно. То есть каждый инструмент имеет свои плюсы. И любой уважающий себя гражданин этого мира, он должен их знать и развивать. Иначе смысла нету бытия. То же самое касается такой техники, как тэппинг. Многие бас-гитаристы пытаются показать, насколько у них крутой скилл, в скобочках псевдо-скилл, играют тэппингом. Но это бесполезное занятие абсолютно. На моем канале никогда я не буду снимать никакого видео, никогда этого не случится в жизни, посвященного тэппингам. Потому что это абсолютно не нужно. Это забитие мозгов лишней информации. Если вы хотите играть какие-то фортепианные пассажи, то возьмите фортепиано и сыграйте. Это то же самое, только можно уже использовать все 10 пальцев и сыграть, как это должно звучать. Но бас-гитара, она не этим как раз-таки нужна миру. Не тэппингом, а тем, что это обертонистый, густой, мощный звук, который делает подкладку, делает аккомпанемент, делает бархатное красивое соло. Не нужно заниматься тем, что не нужно. И мертвые ноты это как раз одна из тех вещей, которые реально круто звучат на бас-гитаре. Поэтому нужно это знать. К примеру, на гитаре гораздо меньше людей используют мертвые ноты. По той причине, что как раз-таки смысл гитары немножко не в этом. А бас-гитаре это ближе. Это связано с тем, что многое, большое влияние контрабасисты внесли в развитие бас-гитары. Где мертвые ноты это просто как вот... Ну, они чуть ли не важнее, чем основные ноты, если брать контрабас. Да, тот же джаз, тот же свинг. Там постоянно мертвые ноты играются. Они делают динамику, они делают свинг, они делают мясо в звучании. Добавляют абертонов. То есть это мастхед для бас-гитариста. Выделяю два смысла мертвых нот для бас-гитариста. Два смысла. Первый смысл это заполнение пространства. И соединение каких-то частей рифа. Это в первую очередь концепт слэпа. Слэп без мертвых нот вообще не существует такого слэпа. Чтобы не было мертвых нот. Мертвые ноты в слэпе, они существуют таким клеем между основными мелодическими рисунками вашего рифа или мелодии, которую вы играете слэпом. Итак, первое это связь, склейка, связующее звено между элементами рифа. Второй смысл это динамика, создание динамики. Мертвые ноты используются для того, чтобы ноты, которые не мертвые, звучали ярче на фоне мертвых. Они как бы подготавливают, они вытягивают эти основные ноты, делая динамику, делая кач. И это очень важно. Опять же, возвращаясь к шагающему басу, к свингу, там мертвые ноты делают огромную часть свингового кача, свингового движения. И выделяют, играются, например, перед слабыми долями, что делает их более выпухлыми и более свинговыми. В практической части видео я сегодня вам покажу, как извлекать, собственно, мертвые ноты. И мы разберем с вами один из рифов с использованием мертвых нот, который продемонстрирует нам вообще всю мощность и все возможности мертвых нот. Начинаем. Как извлекать мертвые ноты? Левую руку кладем на гриф. Все просто. Просто прижимаем все струны пальцами, для того, чтобы они не издавали никакого звука. Правой рукой извлекаем звук. До щелчка. Ваша задача понять то, что это больше даже перкуссионный момент, барабанный такой ударный. Тут дело даже не в нотах, а дело в том, чтобы это был щелчок, как на барабане. И он должен быть достаточно уверенным и мощным быть. Первое упражнение, которое я сегодня покажу, это игра сплошных мертвых нот под метроном. При этом старайтесь делать так, чтобы мертвая нота звучала громко, мощно. И второе, чтобы это было ровно. Упражнение номер два. Чередование открытых нот с мертвыми. Усложняем. Теперь чередуем не под две ноты, а под одной. Продолжение следует... Первое, что бросается в глаза при разборе этого риффа, то, что он состоит из четырех тактов. Это сложный рифф. Четыре такта — это сложный рифф. Почему? Очевидно, что, например, если рифф длится один такт, и там не так много нот, то его повторить идеально ровно, из раза в раз повторять и контролировать, контролировать эти ноты, которые в одном такт помещаются, их проще, это очевидно, чем контролировать ноты, которые в четырех тактах, их больше. И играть это все ровно, из раза в раз в песне — это сложнее, потому что просто промежуток пространства временного будет больше. Второе, на что обращаем внимание, это на то, какие аккорды играются. Первый аккорд у нас — это D9, доминат септаккорд с девятой ступенью, с добавлением девятой ступени, на октаву выше. Второй аккорд — фа диез минор, это обычная минорная трезвуча от ноты фа диез. И последний, третий аккорд — это доминат септаккорд ля, а7. Итак, обыграем первый аккорд от ноты ре. В конце сыграли мертвые ноты. И через открытую ноту ми. Второй аккорд играется. Третий. И слайд. Первый аккорд. Второй. Третий. Слайд. Еще один сложный элемент этого риффа — это слайд, который играется в конце. От ноты ля к ноты си. И обратно. И все заканчивается мертвыми нотами. Этот рифф не относится к простым риффам. По одной простой причине. Во-первых, здесь есть мертвые ноты. И во-вторых, здесь есть слайд, который украшает так же, как и мертвые ноты. Но не стоит бояться того, что вы сталкиваетесь с чем-то сложным. Это ничего страшного в этом нет. Любой результат, он достигается только трудом, больше ничем. Не думайте, что вы возьмете в руку инструмент, это будет как отдых для вас. Нет, это огромная работа. И многие заблуждаются, думая, что это гитара, это, наверное, как хобби. Вот я после работы приду, поиграю и смогу научиться очень круто. На самом деле, это как вторая работа. Как ходить каждый день в 8 часов утра на завод, работать, зарабатывать деньги. То же самое и музыкант должен, если он хочет что-то добиться, вставать пораньше и заниматься постоянно. Просто, к сожалению, ничего не происходит и не получится. Все просто и быстро. Это в любом случае труд, поэтому ставьте правильно перед собой задачи. В заключении видео хочется сказать пару напутственных слов. Во-первых, выучите, позанимайтесь, попробуйте поиграть эти упражнения, которые я вам дал. Они простые, и если вы прислушаетесь к тем советам, которые я вам дал, у вас достаточно быстро получится все сыграть. Попробуйте сыграть этот риф, который мы сегодня разобрали. Сразу, скорее всего, он у вас не получится. Но если вы потратите на это немножко времени, то вы ощутите, насколько ваш уровень вырастет. Вы начнете понимать и уметь использовать мертвые ноты. И второе напутственное слово повествует о том, чтобы не стоит перебарщивать с мертвыми нотами никогда. Не стоит пренебрегать. Это всего лишь дополнение, всего лишь художественный инструмент, который позволит вам приукрасить, создать динамику. Но этим нужно пользоваться умело. Например, не стоит вставлять больше четырех мертвых нот на два такта. Это будет много, это будет перебор. Запомните для начала. Четыре мертвых нота, два такта. Это нормально. Не стоит перебарщивать. На этом сегодня все. Спасибо за внимание. Всем любви, счастья, доброты. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова